Добрый вечер! В эфире программа «Доступная среда». С вами Александр Стокласко. И «Доступная среда» это не только программа на канале РЕН-ТВ в Брянске, но и большая программа на всю Россию. И в данном случае мы поговорим, как она реализовывается у нас в регионе номер 32 и в частности в городе Брянске. Это программа, которая затрагивает интересы людей с ограниченными возможностями. Долгое время мы пытались или нам было проще убрать этих людей как бы с глаз долой, освободившись от проблем. И вот, наконец, наша власть и в Москве, и у нас в Брянске повернулась к этим людям, и мы пытаемся все вместе сделать жизнь их комфортнее. Я надеюсь, что действительно делаем уже жизнь комфортнее, потому что программа идет, и программа идет, и дорога. Рядом со мной Ольга Козейчева, Ольга Михайловна Козейчева. Она председатель комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городадминистрации. Рядом с ней Андрей Николаевич Цыганков, он зампредседателя комитета по физкультуре и спорту Брянской городской администрации. Владимир Иванович Севченков представляет управление культурой Брянской городадминистрации, он начальник этого управления. И рядом с ним уже Павел Павлович Артюхов, он замначальник управления образования Брянской городской администрации. Четыре человека у нас в гостях, ибо ровно столько направлений, которые эта программа затрагивает у нас в Брянске. Ну, расскажите об этом. Я начну, наверное, с федеральной программы «Доступная среда», которая реализуется на территории Российской Федерации с 2011 года. Брянская область как субъект включилась в эту программу с 2014 года. Ну и, соответственно, город Брянск. Прежде чем эту программу разработать, прежде чем обозначить те основные объекты и услуги, которые будут в ходе этой программы реализовываться, создаваться условия для доступности инвалидов и маломобильных групп населения, прежде был создан реестр приоритетных объектов в жизнедеятельности инвалидов. К этим объектам относились, прежде всего, объекты учреждения культуры, образования, спорта, транспорта и связи. Именно этот реестр не был составлен, будем так говорить, формально. К составлению реестра подключились все общественные организации города Брянска. Это Всероссийское общество глухих, Всероссийское общество слепых и Всероссийское общество инвалидов. То есть каждый объект обсуждался. Действительно обозначалась его приоритетность в жизни инвалидов и маломобильных групп населения. После того, как этот реестр был составлен, утвержден, 37 объектов были паспортизированы. Именно эти объекты вошли в двухлетнюю программу «Доступная среда», которая будет реализовываться в 2014 году и 2015 году на территории города Брянска. То есть это не будет как 8 марта для женщин, да? Один день поздравили и забыли о них на остальные 3-4 дня. То есть это системная работа. Давайте уточним. Значит, у нас 4 стрелочки, мы здесь рисовали с вами, готовились к эфиру. Это транспорт, это культура, это спорт и это образование. Я даже знаю, что образование как бы стартовало первым в этой программе, аж в 2012 году. Почему раньше всех и как вы стартовали и куда движетесь? В 2012 году только два учреждения города Брянска были включены в программу. И это было предложение Департамента образования и науки Брянской области о включении этих учреждений. Затем это были школа номер 2 и лицей номер 27. Затем в программу была включена школа 52 и в прошлом году еще было включено еще одно учреждение, это школа 59. Включена, это значит прежде всего переоборудоваться? Прежде всего это было определено софинансирование областного бюджета, необходимое для того, чтобы включиться в федеральную программу. Средства областного бюджета были на эти 4 учреждения выделены из областного бюджета. И учреждения сделали минимальные, необходимые для того, чтобы включиться в эту программу действия. То есть они представили свои программы реконструкции определенных условий для того, чтобы инвалиды по различных направлениям смогли ощутить эти учреждения как доступные. Кроме того, были подготовлены так называемые паспорта безопасности, которые сейчас и реализуются. В ходе выполнения мероприятий «Доступная среда» выполняются те претензии, которые имеются у различных служб для того, чтобы обеспечить доступную среду, а значит обеспечить возможность детей-инвалидов обучаться в школах вместе с детьми, которые имеют нормальное развитие. Я недавно совсем посмотрел фильм «Класс коррекции». Это один из лучших отечественных фильмов. И он как раз затрагивает тему девочки с ограниченными возможностями, которая попадает в класс обычных детей. И вот как непросто происходит эта адаптация, там даже трагически, я бы сказал, надеюсь, у нас этого не дойдет. И все-таки насколько управление образованием контролирует вот эти моменты обучения детей обычных и немножечко необычных, скажем так. Пока детей, которые имеют специальные возможности для обучения, у нас в школах очень мало. Но тем не менее они есть. Вот, например, школа номер два, в которой в одной из первых мы начали проводить действия и мероприятия, связанные с доступной средой. В ней долгие годы в единственном, сейчас, по крайней мере, в единственном учреждении, в котором был класс для детей, имеющих проблемы со зрением. Это так называемый специальный коррекционный класс для детей. И там было ограниченное количество детей, всего семь, их было в самые лучшие моменты, могло быть и четыре, и пять в разные годы обучения. Потому что этим детям нужно специальное внимание еще. Кроме того, что будет обеспечена среда, еще и специальное внимание. И педагоги специально готовятся, и родители специально готовятся, и информация для них специально подается. Поэтому, вот это как один из примеров того, как нужно подходить. Подходить действительно нужно всесторонне и очень внимательно. Не только информационно, это еще и специальное обучение. — Я сам рос не очень здоровым ребенком, если честно. И помню, у меня были проблемы с физкультурой. У нас была градация такая группа. Группа для, может быть, таких слабеньких детей, группа для средненьких детей и группа для сильных детей. Насколько сейчас вот... Потому что, ну, ребенок же комплексует, когда он ходит на физкультуру, как бы не в самую сильную группу. Это, наверное, уже председателю горспрокомитета, если так можно сказать. — Заместитель. — Ну, заместитель председателя, да. — Ну, школы самим по себе, они проводят селекцию как бы спортсменов. Набираются все желающие. Естественно, эти группы разделяются по уровню подготовки первого года обучения либо тренировки. В дальнейшем это все просматривается по результативности. Дети разделяются. Изначально нет никакого деления. Если мы говорим о детях с ограниченными возможностями, да, действительно, на базе муниципальных школ есть тренера, которые имеют специализированное образование по работе с такими детками. Они, естественно, формируют группы по этой направленности, потому что в общем потоке их обучать все-таки спорт, спортивным видом невозможно. То есть небольшое деление есть. Однако при всем при этом проводятся и совместные занятия, где они ни нами, ни имя, ни себя не делят. Это дети. Может быть, даже хорошо, да? Они работают в едином коллективе. Что они не отделены в какой-то момент. А скажите, вот мы у вас были, у вас, ну, на одном из ваших объектов. Это дворец спорта, сейчас называется Торпеда. Дом спорта Торпеда. Это раньше БАС, а наша съемочная группа была, и я посмотрел этот сюжет перед этой программой. Ну, там настолько все фундаментально было построено, что уже и переделать практически невозможно. Как идут там работы, и сколько вот таких вот, таких кондовых дворцев спорта вам предстоит переделать в рамках этой программы, доступной среды? Ну, у нас вошло шесть учреждений в эту программу. Учреждения-то не значит, что это один объект. Например, школа гимнастики, расположенная в центре города Брянска, это два корпуса, больших корпуса. Это два объекта в Володарском районе вошли, один объект в Фокинском районе и три объекта Бежевского района. Все они, как таковой, подвергаются достаточно серьезному капитальному ремонту, потому что, как вы сказали, это объекты ранее ведомственные. Они строились, как правило, для трудовых коллективов без оглядки на инвалидов. Соответственно, ширина коридоров, санитарных бытовых комнат, вспомогательных помещений, она не ориентировалась на прием этих групп населения. Именно с этим связана сегодня такая глубокая, скажем так, проработка мероприятий, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к перемещению и все удобства на этом объекте маломобильных групп населения. Мы не говорим только об инвалидных колясочниках, мы говорим о людях, которые имеют проблемы со зрением, либо со слухом, и учитываем все аспекты при проведении их работы. Работы на данном объекте проводятся, да, возникают небольшие сложности, как вы сказали, потому что конструктивные особенности у здания свои приходится серьезно перерабатывать. Скажите, я прошу прощения, а вот это сочетание само, доступная среда, не служит ли оно неким, не знаю, паролем, что ли, для более простого получения финансов на это, уговоров строителям, да и вам самим каким-то стимулам, чтобы с двойной энергией взяться за это. Вот просто вот сама акция, само это сочетание, доступная среда. Доступная среда и вперед, нет? Ну, вообще, когда ты понимаешь, что это стоит цель, цель, причем затрагивающая людей, которые уже от жизни не все могут взять полноценно, естественно, к этим вопросам относятся и по-другому. Я не могу сказать о том, что мы к воспитанию детей относимся где-то халатно, то есть это не так. То есть всем деткам уделяется внимание. Здесь, ну, конечно же, психологический момент есть. И строительные организации, скажем так, и проектные организации, с которыми мы вынуждены работать ежедневно в рамках реализации программы, к этому вопросу подходит, ну, несколько по-другому. Нам просто сказали Сочи, да, и мы выиграли Олимпиаду. Там сказали доступная среда, и мы выиграем доступную среду. А, кстати, в культуре, по-моему, тоже объекты есть от такой древности, да, что там надо ненужный на слом, да, и делать какие-то новые пандусы. Проблемы вообще нет. У вас что-то сделано, да? Да, у нас большой объем работ проведен уже в учреждениях. Две детские школы искусств вошли в программу, четыре дома культуры, кинотеат «Победа», куда вот приобретено оборудование в 3D. Победа военные еще кинотеатры, да? Да. Ну, нашли возможность найти место, приспособить эту аппаратуру, и, думаю, это позволит людям с ограниченными возможностями смотреть все фильмы, где будут появляться титры. И примерно два десятка библиотек наших муниципальных, куда приобретено специализированное оборудование. Это громкоговорящие книги, это специальные компьютерные центры, позволяющие тиражировать эти книги. Это рабочие места, с клавиатурой системы брали, позволяющие работать людям с ограниченными возможностями. Тифлоплееры, позволяющие читать громкоговорящие книги, фонд которых выполняется в наших библиотеках. То есть об этом год назад даже мечтать нельзя было, так я понимаю, да? Мечтать можно было, да, но... Как раз год назад мы тоже начали эту работу, но не в рамках программы, а в рамках необходимости. Обращались люди, и не только год назад, а на протяжении многих лет. Люди с ограниченными возможностями, которые жили в зоне доступности той и иной библиотеки. Понятно, библиотеку специализированную глухих и слепых сюда в центре так-то просто приехать, с окраиной бежиться. И, конечно же, люди, которые хотели читать, шли в наши библиотеки. И уже это вынуждало нас находить возможность создавать им условия. Уже приобретали мы говорящие книги. А вот для людей, да, для нас это стало манком, да, чтобы быстрее, лучше и сильнее действовать, да, в этом отношении. А вот сами люди, вот ограниченные, да, в этом, они стали чаще к вам обращаться, звонить. Понимая, что вот именно сейчас, может быть, придет их черед, может быть, им помогут что-то сделать для них. Чувствуете ли вы такое вот, ответное такое движение, да? Там, где, допустим, в нашей, ну, просто продолжу разговор, у тех учреждений, где у нас работы провели, уже люди, живущие в доступности этого учреждения, уже побывали в учреждениях, отметили это, уже посещают мероприятия, в некоторых учреждениях, как Дом культуры Горького, уже будет образован Дом культуры инвалидов. Еще вчера об этом невозможно было говорить, потому что туда сложно было этим людям попасть. А уже после завершения работы, такой клуб там будет полноценно работать. Вот пример конкретный. А понимаете, что значит инвалид? Это настолько вот зыбко, хрупко. Вот сегодня ты здоров, да, полностью, да, а завтра с тобой может случиться все, что угодно. Мне кажется, надо быть очень внимательным, потому что они такие же люди, как и мы абсолютно, причем ты лучше нас. И вот в этой студии, где мы находимся, беда же сюда пришла, и уже не один раз, и на моем месте сидела девушка, которая в раз стала инвалидом, да, и весь город ей помогает, и дай бог, что все у нее сложится. Поэтому это все так близко, беда так рядом. Вы понимаете, да, вы даете себе отчет, да, что вот это все, это, 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 они такие же, они такие же, да, что на это скажете? Ну, я скажу, что полностью с вами согласен, даже более того, многому надо нам учиться у них. Это прежде всего вера и оптимизм в жизнь. Спасибо вам, что пришли, и спасибо вам, что нас смотрели и слушали. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин